Амана Оранж – томат родом из США. Собственно, благодаря месту, где появился этот сорт, он и назван. В округе Айова есть колония Амана. Состоит колония из семи деревень, заселили которые еще в 1856 году выходцы из Германии. Колония жила довольно замкнута и обособлена, особенно первые 80 лет. Сорт томата Амана Оранж, вероятнее всего, был привезен ими из Германии. Сейчас колония Амана – это туристическая достопримечательность в США, известная своими ресторанами и ремесленными мастерскими. Амана Оранж – уже известный, можно сказать, даже популярный томат в нашей стране. Я полагаю, многие из любителей томатов его уже выращивали и имеют собственное мнение об этом сорте. Семена томата Амана Оранж продают уже несколько крупных производителей, но чаще всего пакетики с семенами можно встретить от фирмы Партнер, и именно агрофирма Партнер зарегистрировала сорт Амана Оранж в госреестре в 2019 году. У меня семена были от частного местного продавца. Томат Амана Оранж по срокам созревания в госреестре указан как раннеспелый, но в покупке семян Партнер он среднеранний. Если же поискать информацию на сайтах в США, там он указан по срокам среднеспелым и даже познеспелым. У меня томат Амана Оранж вел себя скорее как среднеспелый, но точно не как раннеспелый и не среднеранний. Амана Оранж сорт индетерминантный. У меня в открытом грунте был высотой примерно полтора метра. Теплица будет конечно же еще выше. Куст у томата среднеоблиственный, с мощными стеблями, лист обычный. Подвязка конечно же нужна обязательно и готовьтесь подвязывать и кисти с плодами. Формировать куст, если вы не собираетесь выращивать плоды гиганты лучше в два стебля, но это на мой взгляд. Первую цветочную кисть томат формирует над девятым листом. Кисти как правило по 3-4 плода. Урожайность у томата на мой взгляд средняя, но это я говорю про открытый грунт. Уверен в теплице он покажет результаты значительно лучше. Заявленная урожайность у сорта Амана Оранж до 17 килограмм с метра квадратного. Не могу назвать сорт особенно устойчивым к неблагоприятным погодным условиям и к заболеваниям. Эти все показатели у него я бы сказал средненькие, но вполне приемлемые. Думаю, что все же сорт Амана Оранж лучше выращивать в теплице, чтобы получать более стабильный результат. Плоды у томата плоскоокруглой формы с ребристостью. Масса плодов в среднем 400-600 грамм. Плоды все крупные, мелких нет совсем. Цвет плодов оранжевый. Красивые помидоры. Я такие называю солнечными. Смотришь и тепло становится. Но это уже лично у меня такие впечатления от подобных плодов. В разрезе плоды мясистые. Мякоть сочная, семян немного. Кожица тонкая, неплотная. Но к растрескиванию плоды не склонны. Аромат у помидоров нежный, мягкий, приятный. По вкусу помидоры сорта Амана Оранж хорошие, сладкие. Но есть и кислинка в послевкусии. Нечистая сладость. Но тут есть особенность. На вкус плодов этого томата очень сильно влияют погодные условия. Будет жаркая, сухая, солнечная погода и плоды будут более сладкими. Можно сказать, что вкус плодов у сорта Амана Оранж как не у самой сладкой дыни. Хорошей, но все же не самой сладкой. Плоды неплохо хранятся, если сравнивать с похожими оранжевыми сортами. И вполне нормально транспортируются от дачи домой без повреждений в обычном ведре. Назначение, конечно же, у плодов в первую очередь для свежего употребления и салатов. Особенно учитывая размер плодов. А теперь подведу итоги и сравню его с другими сортами. Из своих наблюдений могу сказать, что сорт Амана Оранж теплолюбивый. И в открытом грунте чувствует себя все же не очень комфортно. Особенно это заметно, если погодные условия далеки от идеальных. Не могу сказать, что сорт прям капризный. Нет, но в открытом грунте он явно не раскрывает полностью свой потенциал, в том числе по урожайности. Особенностью сорта я бы назвал реальную крупноплодность. Даже не особо стараясь, вы получите с него очень крупные плоды. Хотите оранжевые помидоры по 800 грамм, при этом красивые? На этом томате вырастите их легко. Из минусов, лично для меня, нестабильный он по вкусу плодов. Слишком сильно зависит вкус от капризов погоды. Если сравнивать его с другими оранжевыми сортами, то могу сказать, что, к примеру, сорт Доктор Вич Желтый будет очень похожим на него. Но Доктор Вич Желтый способен дать еще более крупные плоды. Стенька разин оранжевый может показать гораздо большую урожайность и тоже крупные плоды, но все же проиграет по вкусу, скорее всего. Я, конечно, буду не я, если не сравню Амана Оранж со своим по-прежнему любимым сортом завтраком Келлога. Можно сказать, что Амана Оранж близкий конкурент для завтрака Келлога, но для меня, к сожалению, не настолько близкий. По урожайности в открытом грунте он явно проигрывает. Выносливость и устойчивость к заболеваниям у завтрака Келлога выше. Средняя масса плодов у Амана Оранж, конечно, больше, но это уже на любителя. Я вот как раз люблю помидоры не такие огромные, а немного поменьше. И самое главное, вкус помидоров сорта завтрак Келлога не только лучше, но и намного стабильнее, что тоже немаловажно. В остальном, томат Амана Оранж я вполне могу рекомендовать попробовать вырастить всем, кто его еще не выращивал. Это вполне достойный сорт. А если в ваших условиях и с вашей агротехникой вы сможете добиться лучших результатов, то возможно Амана Оранж может стать одним из любимых ваших оранжевых сортов. Я всегда подчеркиваю, что все, что я говорю, это лишь мое субъективное мнение, основанное на личном опыте. Поэтому я с радостью почитаю в комментариях ваши отзывы о сорте Амана Оранж. Спасибо всем за поддержку, только благодаря вашей поддержке существует этот канал. Подписывайтесь на все соцсети, чтобы не пропустить новые видео. Субтитры создавал DimaTorzok